я вас приветствую дорогие друзья все начало подключаться ну что, добрый вечер Молдова Бунасяра стимас приятен в раусе дискутку вой че че сэнтэмплан ше че че сэвантэмплан република Молдова значит события очень много продолжаю оставаться звездой на телеканалах Плохотнюка и всех вообще медиаресурсов которым там за деньги он там продвигает всякий бред ну значит понимаю главное не смотря на опросы организованные этой банточкой несмотря на то что они пытаются всех убедить какие плохие дела в нашей партии какие плохие дела у усатва по секрету там сливают какую-то информацию прокурором пугают судей значит бедный суд например Рыжкановки там вообще просто с ума сходит не знает что делать потому что против председателя суда Мельничка значит было возбуждено уголовное дело масса недвижимость оформленная там не помню на маму на тещу на жену ну в общем куча активов значит сейчас дело закрыли из-за отсутствия состава преступления ну и мы сказали говорит слушай короче не треснешь усатого в суде значит дело возбудится по внук открывшимся обстоятельствам да Мельничук и щенулу и он плешка а этот постика значит судья не может отказать Мельничку потому что обязан карьерой ну вот весь этот секс который происходит в Молдовии значит пока продолжается но видя как они уничтожают меня значит Игоря Додона показывают публика в Брусселе в Москве борьба за один флаг снимают другой усатого убивают и ну я понимаю что значит все я делаю правильно понимаю что сегодня я являюсь самым проблемным человеком и политиком для Плохотнюка и для его режима значит намеки там через третьих лиц что может как то вот надо с Владом поговорить договориться иначе Ренат тебя через два-три месяца осудят по какому-нибудь делу без права занимать какую-либо должность и так далее я говорю убивайте убивайте ловите за рубежом но я не буду договариваться с Польшом я буду уничтожать его бандитский режим буду делать для этого все что я могу как граждане Республики Молодого поэтому здесь точка значит последние дни мы стали свидетелями того что значит когда Плохотнюк и его ближайшее окружение не пользуется презервативами или контрацептивами есть же таблетки всякие там чтобы не беременеть и так далее значит это я к чему все говорю про презервативы про контрацептивы значит потому что увидев последнюю новость ну новость это сложно назвать очередной бред значит написанный блогером Балакче ребят я просто знаю что смотрят много несовершеннолетних мама будет ругаться но слово офигел это самое мягкое что я могу сейчас сказать публично да оказывается этот гламурный мошенник по фамилии назад там обманул какую-то женщину если обманул не знаю я же не видел материалов дела не собирал информацию на эту тему ну так они говорят на 20 тысяч евро чтобы экстрадировать там кого-то из ее родственников с россии и оказывается 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 значит для того чтобы придумать такой бред и когда я смотрю эту порнуху на публике значит кто не смотрел сейчас подождите возьму телефон возьму телефон те кто не смотрели значит значит предлагаю потратим полторы минуты времени потом я закончу мысль не забыть бы ее про команду плохотнюка этих аналитников презервативы так я отправлял это я это это отправлял друзьям знакомым значит ну отправлял это как анекдот необычно отправляя там какие-то подколочки видео и так далее так я кама искри воно диалора дан пупович дом примар ну есть и фум фарфок да домнули дан пупович и фумя за себя жду паста принт фок и у кредко войну ваться афуматку титула кап с с ваганди слаша просить понимаете вот пожалуйста новость на публике вчерашняя значит сейчас подвечу наверное не грузится валерян мазат дружин мазат и усатый большие друзья все все ребят это это уже так все петру дампу повышал скорее скрюк есть фум фарфоку ну так а что то не грузится дампу 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 потому что документальные уже как бы ну документальные это будет мало понимаете короче в этой новости еще раз подчеркиваю очень жалко что не не включается попутку еще одну сделаю прям хотел так ладно не буду задерживать ваше вашего внимания короче в новости оказывается мазату обманул эту женщину за деньги и как они говорят шибани куусатый яу келтуит интрун клуб динуактин это вот говорят вот эти проститутки плохотнюка на их телеканале причем хочу обратиться ко всем журналистам чтобы вы не обижались я никогда не критикую прессу правую левую и так далее но когда эти бляди журналисты плохотнюка говорят говорят о о каких то просто несуществующих вещах ребята у меня просто у меня просто нет других слов понимаете как можно говорить что я являюсь другом этого мошенника как может этот полу адвокат полу полу непонятно кто я не собираюсь ему давать оценку как такой человек вообще может иметь ко мне хоть какое-то отношение понимаете они нашли фотографии этот же манзат из этих озабоченных фотография которую они крутят где манзат там где-то справа стоит где встретил ребят молдаван значит в гостинице в в в в отеле в Турции было это там четыре года назад не помню помню что в ту ночь до утра я пел со славой одиночество сволочь это я точно помню потому что как то славу и одиночество сволочь для меня было намного важнее там манзаты яйцаты и так далее понимаете и там как бы они ходили фотографировались а этот вообще всегда подходил ко всем фотографировался значит как можно сегодня этого вешать мне в партнера значит этот негодяй балакчи значит ведь вы поймите то что я говорил про контрацептивы для режима плохотнюка для его окружения я вам объясню как появляются такие новости на сегодня когда уже ну уже показали горбунцова и живот и правую грудь и левую и грустное лицо и озабоченное и чуть-чуть как будто умное ну уже показывать каждый день все новая комбинация усатый с манзатом участвовал в афере за 20 тысяч евро мне ж ты ек скрозь не ж ты под логарь ну поцвиспун алтвел шти у кяра супери мама мама ярта матерок мама да порсимплу ну ну поцреакционе за алтвел лошай анимар кланой щи сантым я как кашня сару уфостеар гурео балакчи алексей лунгу бани бани все вот эти плохотнюковские проститутки которых я назвал и туда же еще на старости лет всю жизнь работал в милиции а в этот в эту секту проституток еще прыгнул туда косован что для меня было новостью да человек который меня хорошо знает знает что я никогда не имел отношения никаким криминальным структурам и так далее понимаете что происходит значит они напиваются в джи бисе в нобеле напиваются на фабрике ведь например гурео на фабрику ходит давным-давно крисе табора балакчи появился недавно вот напивается витя гурео и крисе табора по пьяни занимается сексом и в результате их интимных связей рождаются маленькие такие балакчи понимаете значит напился крисе табора который занялся сексом с Касованом значит рождается Никитуш а потом эти рождают новости понимаете то есть также родили новость про ЭЛАТ я говорил тогда если я имею отношение к ЭЛАТу хотя бы 1% они утверждают что через подставных лиц у меня там 13% заберите заберите стране эти акции они не забирают почему потому что такие как Ваня Муль еще один Альфонский Шиневский такой же как и Мазак понимаете который в свое время там выяснял отношения с Болнянским как-то его обманул и вошел в доверие обманул там российского партнера молдавского кто-то их там благословлял понимаете не могли провернуть они эту аферу естественно без судов и прокуроров Плахотнюка сегодня они хотят свалить на Усатого заберите весь ЭЛАТ заберите тем более если вы утверждаете что вы умы но когда этот рожденный балакчи от интимных связей ГУРЕУ и Кристи Табры почему у них возможна интимная связь это вот я вам сейчас рассуждаю так же как новость которую они написали про меня и Мазата если есть такая новость что Мазат дружин с Усатым партнерами мы являемся значит так же мы допускаем и версию педофил Кристи педофил Кристи Табры значит то ли засадил Виктору ГУРЕУ то ли Виктор ГУРЕУ что-то взял у Табры потому что смотрю ГУРЕУ постоянно что-то течет белое и вот это как бы привело к тому что есть у нас сегодня блогер балакчи я хочу обратиться к этим всем гей сообществам Молдавии что они дискредитируют эти голубые розовые сообщества потому что смотрите каких они рождают понимаете выродков как же это ситуация сегодня вечером пожалуйста опять сидит еще ГУРЕУ этот Алексей Лунгу дом Алексей Лунгу мы адресы зла Думя Острикой модературу эмиссионной фабрики терминаз ворог купор карилии что аминенцерли карлифачес ж декларации карлифачес косраспундец 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 сам фаза лежи я дакерам чела каревой манумицы интерлоп мембру группы рекриминали а по мэне вы отрезали с морковь он у него у него ам у него я он не делал вы говорите простые вы декларации украсти украсти вы украши специалии украши украши дом лунгу вы славите Причёска эта. Вы можете идти в причёске, вместе с Плахотниук, потому что он, как Плахотниук, он уже приходит, и в Пушкарии, и он, как он, он имеет нужный нужный. Если человеку не будет приятного, он будет приятного, он будет приятного, и вы, после чего вы дуракаты на телевизор и вы, и вы только вы говорите, если вы не делаете ничего. Вы можете идти вместе с Дансом. Значит... Они перешли любую черту. Я критикую бандитский режим. Я критиковал Филата. Он находится там, где находится. Я говорил всегда, что я не имею отношения ни к каким Платонам, ни к каким группировкам. Значит, меня сразу повесили, вот усатые с Кармалаком, с Гришей Болгаром, хотят украсть европейский путь. Послушайте. Я сказал, кого я знаю, и кого не знаю. Сегодня Гуреу вышел на фабрику, дословно, вот я себе записал. Гуреу вышел сегодня такой деловой. Значит, он сказал на молдавском, но на русском звучит следующим образом. Значит, Гуреу говорит, что он знает лично всех лидеров ОПГ, знаком с ними лично, очень много раз контактировал и очень хорошо знает иерархию воровскую и так далее. Такой специалист. То есть, Витя Гуреу мог кого-то знать, а я, значит, никого не мог знать на своем жизненном пути. Я должен был встречать только докторов, врачей, учителей и так далее. Мне встречались разные люди. Мне угрожали разные люди. Многие из них пытались по заказу того же Плохотнюка создать неопределенные трудности, ситуации. Закончилось все для меня очень хорошо. Не буду вдаваться в детали на эту тему. Понимаете? Значит, сегодня усатый знает Кармалака и выходит этот Алексей Лунгу усатый бандит. Выходит еще один больной с геном Кацвановым. Усатый есть и бандит Интерлук. Из-за того, что мы рассказали, что в 我是 Антонiezmann У нас было Наталья Гордиенко, Оля Тира, Григорий Репс, Игорь Николаев. Это 저희가 из-за того, что композитор по версии Лунгу, Гурел и прочей нечисти. Вы понимаете? Когда я был просто по дороге, я нахожусь Я сейчас нахожусь в санатории, нахожусь 2000 метров над уровнем моря, и тут мне скидывают отрывок с Касаваном, это я к чему говорю, что очень плохой интернет, работает только в определенных местах, вай-фай. Значит, выходит Касаван и открывает тайну на предыдущей фабрике, показывает то видео, которое хочу напомнить, где молоденький в пальто в Бельском комиссариате полиции, показывает это видео крупным планом, и как бы Гуреу Касаван говорит, это была работа криминальной полиции, то есть я был задержан в Кишню, по его версии. Значит, Усатый был задержан на криминальной сходке со многими криминальными авторитетами, пистолеты спрятали Антро Казан Кучорбы, шьем фосрицинут, жду паста и либерат, лансуна дупаста пи, а чест Геннадий Касаван. Ангасыд пи интернет, гасыд цен ютуб, найдите в ютубе, Касаван про Усатого, 2013 год. Усатый вместе с нами участвовал в задержании криминальных авторитетов на территории России, помогал нам их локализовать, экстрадировать Молдавию. Усатый никогда в жизни не был, ни в каких группировках, ни в каких бригадах и так далее. Сейчас сосну на 2000 евро и версия у нас другая. Что, послушайте, есть это в архиве Бельского комиссариата полиции. Я был студентом, мне было 19 лет, когда Анатолий Любой, сегодня он там комиссар в каком-то районе, тогда он был начальником отдела или там работником уголовного розыска, занимался раскрытием угона. Когда он еще несколько полицейских забрали, меня еще несколько ребят с университета, значит, говорит, нужно вас снять на камеру для картотеки, взять отпечатки пальцев, значит, тут ваши с Инъяза, я учился на Инъязе тогда в Бельцах, те, кто ездят в Польшу, Германию, возят машины на заказ, они чуть ли не делают дубликаты ключей, эти машины потом кто-то угоняет. Нас пришли, 10 минут, фамилия, имя, место рождения, вот то видео, что вы видели. И нас отпустили. У меня не было ни одного привода в милицию в Молдове, значит, за все эти годы, которые они говорят, что я там был каким-то бандитом и так далее, понимаете. Значит, кроме, вот мое задержание, которое вы видели осенью прошлого года за публикацию разговоров Филата и Шора Вайбери. Значит, я позвонил Касавану, говорю, я говорю, товарищ Касаван, он говорит, я не товарищ, я в дом, но Касаван, я с Романом. Скайбон, понятно, Роман. Значит, дойник страшно. Ген, а ком спермица, что еще вам отали? Скайбон, вот так, мы, что, ну, церешение, съешь, к вашей мизерии, к вашей подлогари, кунтуку, ну, шиницы. Да, дартунцы, лечь, как-то его ситуации, шьяк, а ту, врезь, при Гантеш, Донецк, Луганск, то и фостен Крым, то около дискутации вообще с тот, а что Молдова, что ну, чиж, а что... Короче, я за генов, все, а стой капец. Понимаете? Дищи Касавану, если, а публика с повестяск, когда Жездан был начальником ДСО, Ричан был министром внутренних дел, значит, я каждый год полиции делал какие-то подарки, автомобили в розыск, в ГАИ, там, форму и так далее, мигалки, кучу оборудования. Значит, тут как раз вот тот год, я помню, когда представляли сотрудников, представленных на грани, значит, МВД определяло 10 лучших сотрудников за раскрытие убийств, других особо тяжких преступлений, где в тот год я наградил этих 10 полицейских пистолетами ГЛОК. Ну, потому что для работника полиции, для простого опера, для настоящего опера, я не имею в виду ментов-кадрабандистов, это дорогая вещь, которую не может себе позволить. И эти ГЛОКи одарил, один из них был сын Касавана, который был работником ДСО на тот момент. И Гена пришел, Ринат Муцемес, Кяков, не миришь, все, румеет, как у лаборатории деполитин, колон-квасть. То есть, получается, от бандита, от преступника, Жездан, который также меня очень хорошо знал, и так далее, значит, они принимали от бандита тогда это оружие. Короче, да, миферерсия. Еще одна версия сегодняшняя, на сегодняшней фабрике, вы понимаете. Значит, русские тоже, оказывается, подготовили 7 апреля в Молдове, по версии Гурел, значит, за то, что он плюнул в лицо Путину, посмотрите сегодняшнюю передачу. Их надо в Костюжену всех, их срочно надо в рубашке, лягаться, жду шла Костюженица. За то, что Воронин плюнул в лицо Путину, русские подготовили переворот, и в этом всем участвовал Дмитрий Чубашенко, Василий Ботнару, шил Лорена Бокза. Лорена Бокза тот, по заданию русских, готовила переворот против Воронин. Вы понимаете, какой дебилизм они... А самое страшное, что они дебилами хотят сделать... Сделать всю страну. Значит, нормальная ситуация, понимаете. Значит, по судам, значит, сегодня был очередной суд, значит, никаких доказательств не представили они, о том, что я каким-то образом хотя бы участвовал в организации покушения на Горбонсова в Лондоне. Цирк продолжается, перенесли на 15 февраля. Хотя, реально, те люди из окружения плохих раз, с которыми я там говорил, значит, они говорят, что слушай, он тут хвастается, слушай, через 2-3 месяца они тебе по коему-нибудь делу осудят. Ну, давайте поживем, поговорим. Сейчас я хочу поговорить про смешанную систему, как раз она обсуждалась сегодня в программе, политика на ТВСН. С Поповым, где там, аналитики, в студии, обсуждали, вот как оно будет, как оно выгодит. Вы знаете, Плохотюк столкнулся с проблемами. Значит, сам он хотел, чтобы все 101 депутат были одномодатники, чтобы ни один не шел по партийному списку, но тут Плохотюк уперся в серьезную проблему. Я вам объясню, какую. Я умирал, когда это рассказывали люди из его окружения. Было это буквально там позавчера. Значит, говорит, Ренат, ялнас маймяргала у суд швун, а сфи чинзечла чинзеч, половина по партийным, половина одномодатники. Я говорю, а почему? Он говорит, а потому что, если будут 101 одномандатник, Плохотнюк не попадает в парламент. Я говорю, то есть. Говорит, а слушай, вот он, например, с Неспарина идет в Неспарина. Начинает, так же, как и Шор, украденными деньгами покупать голоса, дарить детям мороженое, пенсионерам стиральный порошок, зубную пасту, какие-то паштеты и так далее. Значит, после этого, в это время, появляться там, например, с Неспарин у нас Алексей Толбурев, аналитик, бывший посол, очень известный стране человек, который, в отличие от Плохотнюка, чистый, и который в Неспаринском районе может получить поддержку и левых, и правых, и центральных, и кого угодно. Ну, сейчас он там плохишь, представляете, для Плохотнюка председатель ДПМ, хозяин, решальщик страны, проигрывает в своем одномандатном округе, не просто в своем округе, а там, где он родился, вырос, и типа свой, и все любят, и туда-сюда, и так далее. Значит, поэтому Плохиш с грустью, значит, признался довольно-таки в широком круге своих, что, как бы, к осуту он, он умер же, кому ж не будет пиланга Толбуре, а может, на речистреазы, куарь мая санду, куарь Настаса, и не спорить, ши-си факь его тонча, вот, шидец, а парламент, шо яршат с рулез, деланобил, живи-си. Вот это ситуация, которая есть сегодня. Плюс, хотел бы спросить, почему СМИ Плохотника, его там, эти блогеры и так далее, и так далее, значит, я просто смотрю тут комментарии, тут какого-то ценсара все ловит, кашу пишет. Значит, Иоанн Аксентий пишет, Ренат Неспореных, многие поддерживают нашу партию. Да, я знаю, это я видел, реальные опросы, про сегодня нет институтов. Сегодня одни институты работают на Додона, которые делают опросы, другие на Плохотника, а третьи на их обоих, понимаете, вот и все, что мы имеем сегодня сделано с опросом. Я вижу, очень многие задают вопросы, почему молчит Додон, почему он нас не поддерживает и так далее. Ну, Игорь Додон после первого тура сказал, что он всех поможет, всех спасет, не только меня и всю страну. Сейчас он говорит, не может, нет у него прокуратуры, нет у него возможности, понимаете. Поэтому Игорь Додон, лучше елку щупать, кундропел, ку... ку... Игорь Николаевич просто президент, ребят, не надо его беспокоить по каким-то серьезным вопросам, понимаете. Значит, я его поддержал во втором туре, потому что политически, это политически, подчеркиваю, значит, они позиционируются слева, мы позиционируемся, центр слева, хотя он пытался сместиться и в центр предвыборную кампанию, ну, вот, находимся мы, скажем так, практически на одном электоральном поле, да. И я же разговаривал с людьми, разговаривал с районами, поэтому имеем то, что имеем. Но хочу Игорю Николаевичу сказать, что они будут наблюдать за тем, то есть то, что Игорь Додон не сдержал слова, будут юристы партии социалистов, будут депутаты заниматься. Вот Феликс Гринку сидит в тюрьме. Что Игорь Николаевич? Проблема, чтобы навестили пару депутатов по СРМ, Феликса в тюрьме, точно не проблема. Значит, есть ваши СМИ, СМИ социалистов наотрез отказываются давать новости про нас, они показывают Игоря Додона, Эль Шибаса, Натуш, у меня есть все вы, у меня есть социальные сети, есть СМИ, которые нас показывают и делают о нас новости, за это я им очень благодарен, поэтому идем вперед. А те, которых интересует, почему, плюс можете задать вопрос Игорю Додону, но помимо того, что нас полностью игнорируют, и есть запрет нас показывать на телеканалах, подконтрольных социалистам, мне сегодня скинули огромное количество скриншотов, где руководители социалистов в том или ином районе оскорбляют, оскорбляют меня, оскорбляют наших коллег в районах. Ребят, вы что себе позволяете? Косите под балакчи, под плохишей, и под всех этих блядей, ну, косите, сами такими останьтесь. Но хочу сказать, что я никогда не мониторил посты, читать о фейсбуке и так далее, я попросил ребят это сделать, чтобы понять, что происходит в социальных сетях. То есть на нашем поту, на нашей крови, на аресте Цеповича Марару социалисты больше всего получили мест в парламенте. Из-за того, что Плохотнюк поменял возраст и не дал мне участвовать в выборах президента, Игорь Николаевич безболезненно стал президентом. Ребят, имейте совесть, не трогайте моих людей, а будете оскорблять моих людей, я уйду в жесткую оппозицию, в том числе и по отношению к социалистам, и никакая публика, никакой Акчен, никакой НТВ не поможет. Давайте будем людьми, потому что мы вас по-человечески поддержали, обсуждали какие-то моменты и так далее. Игорь был в Москве, встретились, поговорили, пропал после этого. Ну что, ждет, что я возьму его фотографию, пойду с фотографией Додона, она жди меня, Бон Азио, я фрумошел, розовер, пропал и не вернулся. Вообще бойцы на то же. Будут мутить с плохишом, буду бить больно очень обоих. Потому что сегодня то, что есть некоторые там спекуляции в Молдавии, вот сейчас русские выдадут тусат, вот уже Гуреу там захлеб пишет и так далее. Послушайте, никто меня никуда не выдает, раз, два, значит, когда надо будет, я приеду. Я надеюсь, что это очень надо, наступит очень скоро. И я окажусь, если надо, окажусь там же, где находятся сегодня мои люди. Потому что сегодня мои люди сидят в тюрьме, у нас практически против всех примаров возбуждены уголовные дела. Партия социалистов, партия целочек. Никаких уголовных дел, все, они целочки, у них нету никаких нарушений и так далее. Партия ведут в Бердинь, у них нету, короче. Вот, значит, вот и вся ситуация. Значит, поэтому я не собираюсь критиковать социалистов, но, Игорь Николаевич, сегодня прошу, чтобы вы вышли к народу и хотя бы с акцентом Юханиса в Румынии, макр, куакчентулу Юханис для Румынии. Ишир спунет, република Молдова есть и устремляет. Об этом не говорите и не говорили ни в Москве, ни в Брусселе. Олигархи, туда-сюда, давайте как-то определяться. Значит, я понимаю, что страшно, я понимаю, что Плохотнюк самый опасный, но вы имеете шанс превратиться просто в президента. И все новости, которые есть про Дадуан против закрытия НАТО офиса в Кишином. Молодец, Игорь Николаевич, я тоже против. И многие другие против. Но сегодня давай мы свергнем режим Плохотнюка. Рядом с нами, Игорь Николаевич, вы стояли жест, Плохотнюк. Не так уверенно, но это звучало. Сегодня такое ощущение, что сказали, не дай Бог назовешь мою фамилию, а штрафую на миллион долларов. Понимаете? Эх, кружка моя, милора. Грустная ситуация, но будем из нее выходить. Я понимаю, люди боятся. Я понимаю, многие запуганы. Многие разочаровались в политиках и в правых, и в левых. Многие разочаровались во мне. Те, кто разочаровались во мне, простите меня, если я сделал что-то не то, но я делал то, что чувствовал и что подсказывало мне ваше сердце. Но я вас никогда не предлагал, никогда не сдавал, что ничего, да ты, но сфак, не миг, контра, попору не република мула, контра, пропору, попору. И они, как партия, ничего дата нас факаста. Птиц, с мам винуит, с крит, с уржит, сфачит, с пустырь, ла, проще, ешьте, лу, плохотню, кари, пентру, до, до, меди-доллар, совынду, ши, передний проход, ши задний, ши верхний, ши нижний, да мне ферешнен, залежность. А за снежный путание остается месяц до обещанного ареста плохотнюка. Я публично заявил, что до 8 марта подарок женщинам это будет мандат на арест плохотнюка. Не зависит от меня об этом должны говорить следственные органы разных стран. Но исходя из того, что я знаю, все окей. Кстати, Владимир Георгиевич плохотнюк, контрабарь, Ланиталь, вы там по определенной плану у вас на март месяц. Хочу всех проинформировать, что у плохотнюка определенной партии есть определенные планы на март месяц, когда он у нас будет визитом в Колумбии. Вреду Владимир Георгиевич плохотнюк относится шидишь в астре день в Колумбии, который весь дегон такой своей реализации. Ни не кларок обо назива, астре есть субъект партии, где мы discutим антимпу антимпу апропя. Потому что у плохиша серьезные планы касаемо командировки в Колумбии. Также хочу спросить, Владимир Георгиевич плохотнюк, значит, на самом деле хочу сказать, очень странно, что-то там плохишно мутил, в общем, я опять появился в базе Интерпола, в которой меня не было, значит, сейчас адвокаты, лондонское бюро адвокатов занимается, мы готовим все документы, они должны поехать, и я уверен, что мы докажем, что являюсь политически преследуемым лицом. Уже плохиш меня ставит, снимает, забивает, выбивает, этот бардак нужно прекращать. Значит, так, якобы это еще вляг, где критика. Тунай дрептулся ворбеж де Румынь ши де Йоханни ступоз ворбиде ворочуни летали ши маневры летали. Домни ферешти. Ади-ка на Румыния постули де телевизион контролати де Понта Драгня ши тэт песиде уиста гостру песидист фак штирь к конексю луусатые на Москва каруши стау на спателе на протесты контр гуверн и ПСД контр лизия министра боец фост да я публика решит шам сусунут протестатари дне Румыния ши сунт фарти браво дар нумай спойнец воеми диспочез ворбеж диспочез нум ворбеж ката смерга ворбак экзисту сентеем вече вы дискутэс проблемили лавой но делавой но не плекэм на проблеме луастри шар фиде дурис что вы приказ воин тронуастр я кажи тет повесь вот тут она асоке напишет я с водой с оптикой могу бывшего мужа попросить ребят вы не пишите такие комментарии а то завтра проснуйтесь с обыском и будем потом на всю страну доказывать про про то что появились новые были заключены а я закончил по интерполу по этой ситуации значит плохотнюк отправляет даже виталия порлок он у нас в марте приступает плохотнюка задача держать в интерполе меня еще какое-то количество людей которых он очень боится и не допустить интерпола плохотнюка но владимир плохотнюк из проблем что базовала проблем нечего с проблем в Колумбии что генерал ну моим племя кончей сантем плав букуреш даже пател визита спи понтан уикен с бурас панам букуреш ведец патей пантрац шну мая шицы напой ну какая вариант ну вред снисеркаться у вас же все хорошо правительство в Румынии и так далее вот ладно вроде ничего не пропустил значит лицо поразоело как видите привожу привожу порядок организм контролирую все сахарные процессы и так далее значит все будет окей и вы поймите главное особенно те которые там сейчас будут комментируют вот усатый в подмосковном доме в подмосковной бане в санаторий ребят те кто реально хочет побороть режим чем больше чем лучше буду чувствовать себя я тем хуже будет чувствовать себя режим плохотника в Аюбецк в Адуре сквозь Арыбоне он куда-то в Мулцемеск лопаты экипа партия донос в Каременчеште спридетеш пиншком грез в Карасай было класс фаршрута луни феврария хочу поблагодарить команду которую вкалывает с утра до ночи за то что порядок в Бельцах и Бельской примарей и не пускайте этих маху шмаху и против этих звездочек значит будьте внимательны значит уже там Костя Ботнер работает на тему того чтобы выкупить Бельских советников значит пытаются они большинство там из 33-26 наши ну и они хотят вот как-то их перетянуть на свою сторону Костя Класса Барсет Кася Кас Деньги вам пригодятся на адвокатов расходы в Интерполе вы не отделайтесь теми расходами как сегодня они платят двум адвокатам которые каждый день ходят в центральный офис Интерпола и доказывают что плохотню политически преследован лицом тех адвокатов будет недостаточно и всех остальных что есть у вас тоже Водорезку Сарабона все у нас будет хорошо люблю вас если где-то жестко извините но я всегда говорил и буду говорить правду они пошли в ГИМП пока